Во Внутренней Монголии завершился чемпионат по футболу среди студенческих команд Китая, России и Монголии. Первый приз достался китайским спортсменам. Помимо спортивных баталий, хозяева и гости турнира приняли участие в культурных мероприятиях. Подробности в продолжении выпуска. Церемония закрытия состоялась в Педагогическом университете Внутренней Монголии. Гости страны услышали самобытные монгольские песни и увидели танцы. Позже прошла главная часть мероприятия – вручение медалей и премий победителям международного футбольного чемпионата. Главный приз у студентов Университета Внутренней Монголии. Второе место завоевали представители МГУ, а бронза – у хозяев соревнований Педагогического университета Внутренней Монголии. Наши ребята хорошо играли, а судейство было объективным. Мы не просто старались выиграть, а еще старались учиться у соперников. Я пришла поболеть за Университет Внутренней Монголии. Их предыдущую игру я пропустила, но в финале им просто необходима поддержка болельщиков. Опираясь на опыт этих соревнований, я надеюсь, что в будущем университеты Внутренней Монголии еще и дальше будут расширять студенческие обмены в разных областях. Впрочем, за время проведения турнира футболисты не только боролись за звание лучшей команды, но и приняли участие в других мероприятиях. Посетили выставку скульптур выпускников Педуниверситета Внутренней Монголии и побывали на концерте студентов Монгольского государственного университета культуры и искусств. Беретприятия помогли углубить культурные обмены между Китаями и другими странами и распространить китайскую культуру. Соревнования по футболу, прошедшие в рамках одного пояса, одного пути, позволили углубить взаимопонимание среди молодежи трех стран. Также достигнута договоренность о регулярном проведении спортивных мероприятий между Китаем, Монголией и Россией.